МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях в студии руководитель танцевальной студии «Русский бал» Валентина Сильвестрова. Валентина, добрый день! Спасибо, что к нам в гости зашли. Здравствуйте всем! Добрый день! Валентин, сегодня хотелось бы с вами поговорить, естественно, о танцевальной студии «Русский бал», ну и о многом, так сказать, других, о другом и о других проектах, которые вы ведете. Но прежде всего поговорим о вашей танцевальной студии, о студии «Русский бал». Расскажите, с чего она началась, как создавалась? Я как понимаю, вы стояли, что называется, у самых истоков создания. Ну да, собственно, я явилась виновницей создания этой студии. И студия у нас была организована в 2010 году, то есть нам уже 8 лет вот в этом году будет. Получилась она тоже, с одной стороны, можно сказать, что и неожиданно, с другой стороны, что этому происшествовал определенный ряд событий, которые, в общем-то, закономерно к этому подвел. До того, как студия сама расцвела у нас в полном объеме, именно в объеме и исторических танцев, бальных танцев, до этого я немножко, как бы скажем, больше занималась современной тематикой. Но вот в конце 2010 года как раз меня нашла одна группа, так скажем, которая занималась вот танцами, и они были без руководителя, и они просто обратились ко мне, они говорят, мы знаем, что вы можете нас возглавить и как-то еще это расширить все. А до этого, конечно, у меня были идеи именно заняться и бальными танцами, и историческими, то есть это было все очень интересно. Ну и вот такое стечение обстоятельств и привело к тому, что мы все-таки открыли прямо накануне Нового года, то есть не дожидаясь там нового сезона, потому что все уже как бы горели и кипели тем, чтобы начинать все это развивать. Ну и так как эти люди были уже возраста такого достаточно солидного, то есть к нам стали присоединяться люди тоже такого же возраста больше, то есть их друзья, знакомые, которые это все смотрели, потому что мне тоже это было сначала не совсем обычно, потому что я занималась там со студентами, с детьми, то есть более молодого возраста. И тут вдруг такой вот энтузиазм, такое желание у людей постарше. Вот. И это было интересно, то есть для меня тоже такой некоторый эксперимент. Ну, я хочу сказать, что они показали себя с очень хорошей стороны, потому что это люди уже, ну, как бы зрелые, они более ответственные, они уже подходят ко всему более основательно. Опять же, у них больше времени свободного, то есть куда-то, если какие-то выступления, там балы, они всегда на ура, они вперед. Субтитры подогнал «Симон» Студия создавалась изначально, это как вот бальная школа, или сразу была задумка о том, что будем шить себе костюмы, ну, то есть, вот так сказать, возрождать бальные движения? Ну, вы знаете, обычно я не беру что-то очень узкое, обычно, ну, смотришь более широко, не ограничиваешь себя сразу вот каким-то узким направлением, и смотришь, что из этого получается, то есть, как бы довериться потоку, так сказать, да, и посмотреть, что из этого будет, и куда это потом можно применить. Поэтому не ставила никаких изначально рамок. Вот. Единственное, что, наверное, такой был момент, что, в принципе, я не предполагала, что это будут танцы, которые будут исполняться где-то как показательные, да, на сцене, там, вот такие вот вещи, потому что, ну, на самом деле, потому что в свое время я уже прошла вот этот момент каких-то фестивалей, конкурсов, соревнований. Именно была задумка, что мы это делаем сами для себя, да, то есть танцоры приходят не для того, чтобы, может быть, где-то там какие-то места занять, а чтобы самим гармонично, очень красиво развиваться, общаться друг с другом, и это, значит, показывать это все в формате балов. То есть балы, что это такое? Ну, в принципе, там зрителей минимальное количество, все участники, да, то есть нет никого, кто оценивает, то есть, например, на балах у нас есть лист какие-то игры, и, ну, нет никогда конкурсов оценочных, потому что я считаю, что это уже немножко неправильная энергия будет внесена, да, поэтому изначально это задумывалось, как именно направление бальное, развитие бального направления, но в результате почему-то получилось, что люди, которые это наблюдали, они стали нас приглашать на выступления, на показательные, там, дни города, какие-то праздники городские и тому подобное, вот. Хотя я всегда говорила, что это как бы не сценические танцы, и, ну, все равно все с удовольствием нас встречают, и это вот очень необычно. Ну, и, наверное, как раз жители Рязани, вот на этих площадках открытых, праздничных, городских, наверное, им очень приятно видеть людей такого вот возраста, которые в такой хорошей форме, радостные, они танцуют, да, и это просто необычно, потому что там, что дети где-то танцуют, но нам это более понятно, там флешмобы какие-то, может быть, попадаются, а здесь вот такой вот момент, и поэтому нас встречают очень тепло, и я всегда говорю, что у нас артисты из народа, самые обыкновенные, вот, чтобы нас строго не судили, потому что реально люди, многие приходят, которые вообще, например, раньше не танцевали никогда, и уже в достаточно зрелом возрасте они пришли и танцуют. И это как раз тоже один из очень важных, я считаю, моментов, потому что есть у нас такая некоторая проблема, что считается, что танцоры, как бы, что ты можешь быть танцором, только если ты начал заниматься с детства, да, то есть если там 5 лет мама тебя привела за руку, тогда ты имеешь право, как говорится, пройдя там целый курс, там, 7-10 лет, я не знаю, ну, кто сколько учится, тогда ты можешь, как бы, заявлять себя, позиционировать как танцор. Здесь же другая ситуация, когда люди, могут прийти в любом возрасте с любой подготовкой, да, то есть я считаю, что вот и в этом как раз наш большой плюс, что мы не делим там людей на способных-неспособных, вот реально, реально приходят люди не очень способные порой, да, там и слуха нет, еще какие-то вещи, но я понимаю, что это тоже люди, которые хотят общаться, которые хотят работать над собой, вот, и мы их включаем в процесс тоже. Посильно, да, то есть как бы не ставим какие-то огромные там ампланки, чтобы они делали посильно, они вплетаются в этот процесс, они начинают расцветать просто, я на это все смотрю, мне это очень все нравится, вот, и поэтому, как сказать, из любого материала, так можно сказать, если, ну, такими техническими какими словами, мы пытаемся сделать очень красивые вещи и одухотворяя, оживляя людей, да, когда мы даем им надежду на то, что они не какие-то там заброшенные где-то сидят, и только им там место на диване перед телевизором, вот, или там во дворе на лавочке, да, а когда они могут вообще очень активно участвовать в жизни города, да, и они постоянно, представьте, вот они постоянно у нас сейчас какие заботы, какие пошить костюмы, какие выступления, репетиции, когда следующие, куда мы едем, да, то есть не какое-то там доживание, когда ты никому особо не нужен, не интересен, а наоборот, такая активность, такой расцвет, и поэтому вот это очень вдохновляет. Сейчас подробно рассказали, я так понимаю, о людях, ну, как вы выразились, солидного возраста, а молодежь-то приходит к вам в студию? Да, есть молодежь, и у нас есть отдельные группы молодежные, она, правда, поменьше в размерах, так скажем, ну, и молодежь, например, летом меньше уже занимается, потому что тоже куда-то разъезжаются, вот, есть молодежь, тоже работаем с ними, выезжаем, ну, вот в пределах Рязани мы со старшей группой в основном, а вот с молодежью и подальше выезжаем. Недавно был в Москве фестиваль, очень интересный, причем это не танцевальный фестиваль, а фестиваль психологии международный, и, ну, психологи тоже поняли, они уже дошли все-таки осознанием тоже до того, что люди через танец, через вот такие проявления творчества могут очень хорошо объединяться, коммуницировать, да, и они пригласили нас провести бал, да, и это было, конечно, что-то потрясающее, то есть для нас это было очень необычно, потому что вот нас было немного совсем, то есть я, в принципе, я взяла одну пару только молодежную с собой, ну, потому что там было количество участников, как бы, ограничено, и бал, который состоял из более 300 человек, это люди, которые собрались на фестиваль, и вот нам нужно было их всех включить, всех заставить танцевать, всех освоить этот процесс, вот в течение двух-трех часов. И, честно скажу, сначала как-то немножко было боязно, но в итоге это получилось просто великолепно, потому что тут, понимаете, просто дело даже не в самой хореографии, когда мы танцуем, эти исторические танцы, бальные, социальные, можно сказать, танцы, да, дело в том, что как люди начинают друг с другом все-таки общаться, через движение, через танец, то есть они раскрываются, и там пошла такая энергия, столько радости, столько счастья, то есть были аплодисменты после каждого танца, несмолкаемые, но и к тому же, что и каждый человек получил возможность себя попробовать, то есть, может быть, он раньше никогда не думал вообще, что он способен танцевать, да, и тут такой энтузиазм, потому что ты что-то смог, да, вот сейчас прямо на ходу, да, ну пусть разучить танец какой-то несложный, но ты это сделал, сделал вместе со всеми, то есть, и это дает просто вдохновение, радость сердцу, и поэтому они сказали, что, ну, будут нас ждать еще, и будем продолжать с ними в том же духе. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас вот студия «Русский бал», что входит в репертуар, ну, вот если так говорить языком музыкальном, какие программы разучивают ваши, я не знаю, как сказать, воспитанники, участники, как вы правильно... Ученики, не знаю, пошло там. Ученики, да. Вот, наверное, европейская программа, латиноамериканская программа, вот об этом подробнее расскажите. Да, у нас, знаете как, наверное, процентов 50 – это исторические танцы разных народов мира. Есть европейская программа, ну, вот то, что, наверное, вы подразумеваете из бальных спортивных танцев, да, у нас есть, как бы, вариации танго, вальс, венский, медленный, фокстроты. Единственное, что мы делаем более легкие схемы. Мы, конечно, не делаем такие сложные, как у бальников спортивных, но чтобы это было доступно, чтобы люди могли это все освоить. Дальше у нас есть и латины, есть в небольшом количестве, причем это самое удивительное, что латины – достаточно подвижные танцы, и они сами меня попросили, давайте будем танцевать латину. И, ну, мы берем больше клубную латину, то есть это сальса, это мамба, это... Ну, ча-ча-ча вариации тоже, и даже джайв мы делаем в таком облегченном варианте, потому что, знаете, когда они разгоняются уже все на балах, уже идет в ход все, и рок-н-ролл, и джайв, вот. Ну, и импровизация тоже, кстати, тема импровизации тоже очень интересна, потому что может быть ошибка тоже вообще танцоров, в принципе, такого классического плана, что танцоры все-таки по определенной схеме всегда танцуют, их учат как надо, вот так, так, не в сторону, там, куда-то... И момент импровизации тоже очень важен, потому что, как бы, работает уже другое полушарие мозга, так скажем, и когда мы даем возможность людям импровизировать на какую-то назадную тему, это тоже начинает и расширять их сознание, и вообще, то есть это просто полезно очень для тела. На самом деле, есть специальные методики, которыми, кстати, мы будем заниматься и занимаемся, еще сейчас тоже внедряем определенные направления именно танца операционного. Вот. Ну да, я немножко отвлеклась по нашим направлениям, еще у нас русский танец, конечно, есть, потому что мы же русские, бал, вот так уж получилось. И русские танцы, ну, в основном это исторические танцы русские. Также есть у нас какое-то количество наших постановочных танцев, которые мы сами сделали, то есть на определенные темы, которые есть. То есть, ну, вот, в общем и целом, вот программа такая. КОНЕЦ КОНЕЦ Танцевальная студия называется «Русский бал». Почему русский? Ну, бал, в общем-то, понятно, а слово «русский» почему? Если вот там европейская программа и латиноамериканская. Да, ну, вы знаете, так просто, наверное, еще получилось интересно. Мне попалось накануне, как бы скажем, накануне создания книга, которая называлась «Русский бал». Вот она тоже меня вдохновила в какой-то степени. Она у меня стояла вот так вот на полке. И вот это вот название «Русский бал», он мне все время был перед глазами. Вот. И поэтому как-то так получилось, что мне показалось, что это подойдет для названия. Но почему меня не смутило то, что это только русский, допустим, что я себя ограничиваю? Ну, я поняла для себя так, что это бал, как бы, не только русских танцев или не только для русских, а это бал от русских для всех. Это русская культура, которая может быть разной. Она может, опять же, что очень важно, может заимствовать из других культур что-то хорошее, положительное. Что-то, что нас может в итоге объединять, да, потому что танец – это как и музыка, международный язык, язык объединения. И я считаю, что сейчас особенно вот в таком мире непростом, где происходят какие-то разъединяющих очень много моментов, люди искусства и обычные люди, вообще трезвомыслящие, они должны, конечно же, искать то, что нас объединяет. И поэтому я с удовольствием беру программы международных танцев, да, европейские танцы у нас там исторические, самые разные. И говорю, когда эта программа идет, и говорю, и подчеркиваю, что это вот этой стороны танец, это вот другой. И мы также с удовольствием исполняем. Причем бывают и такие ситуации, когда к нам приезжают делегации. У нас была делегация французов вот не так давно, и в Кремле вот проводился такой пляс. Ну, там не только наши студии были, а и другие. И когда французы просто замечательно и радовались, когда мы их танцы исполняли. Да, они исполняли наши. То есть это очень здорово. Я считаю, что и надо к этому стремиться. Насколько сложно воссоздавать атмосферу 19 века, да, потому что, я понимаю, костюмированные все-таки костюмы, шить надо, делать надо. Вот. Насколько это сейчас сложно, именно проведение. И сами балы как проходят? Там только танцы или там чем-то можно еще позаниматься, помимо танцевальной? Ну, может быть, там игры какие-то вы устраиваете? Вот такие вот развлекательные моменты присутствуют? Ну, во-первых, мы не ставим себе задачу именно воспроизвести атмосферу 19 века, да. Именно я хочу сказать, что не было задачи заниматься реконструкцией. Вот именно у нас, в нашей студии. Хотелось, наоборот, обновлять, добавлять какие-то моменты современности. И, то есть, как бы, опять же, брать что-то лучшее от наших предков, добавлять свое обязательно, потому что человек – это творческое создание. И я думаю, что особенно произведения искусства, они должны быть заморожены. Должно все время обновляться, добавляться, обогащаться и дальше уже передаваться. Вот, поэтому, конечно же, используются разные программы. Очень приятно, что музыка используется очень и разнообразная, в то же время много классики, да. То есть, это Чайковский, Штраус играет, другие классики. И вообще, это очень приятно. И медики говорят, что для здоровья даже. Просто слушать эту музыку, оздоравливаешься, а если ты под нее танцуешь, а еще перед этим ты репетируешь долго-долго под нее, да. То есть, это тоже структуризирует нас внутри и просто делает нас более светлыми, здоровыми. Современные номера тоже включаются. Мы часто приглашаем артистов, которые у нас исполняют, да, с живой исполнением. Это музыканты или певцы. Они исполняют свои номера, и в это время бал танцует. Это могут быть и танцы, которые уже какие-то поставленные. Это могут быть импровизации, там, импровизационные танцы. Очень приятно всегда, когда живая музыка, есть включение, да. То есть, по поводу игр. Да, иногда у нас есть игры, как таковых конкурсов, я опять же говорю, я не делаю, потому что я считаю, что выбрать там одного кого-то лучшего, ну, даже если он там пробежал быстрее или там станцевал задорней, я думаю, что нет смысла, потому что мы все как бы в разных, так скажем, весовых категориях. Ну, то есть, разные возможности у всех и сравнивать, это вообще неправильно. Вот, то есть, это разъединяющие уже какие-то моменты. Поэтому, да, мы делаем игры на танцевальную ту же тему. Ну, в итоге у нас обычно или все там награждаются таким образом, то есть, как-то вот так, типа победила дружба. Вот, не выбираем мы, кстати, да, вот такой момент, часто любят на балах выбирать там лучший костюм или лучший танцор. Я против таких вещей, на самом деле. Вот, потому что по поводу костюмов тоже вот надо сказать, что, естественно, и участники все, и мы стараемся, опять же, для поддержания атмосферы, конечно же, чтобы был дресс-код определенный. Это платье, ну, мы не говорим, что это там определенные эпохи, то есть, не делаем какие-то очень узкие направленности в костюмах, потому что, во-первых, у людей, конечно, не всегда есть возможность там иметь несколько костюмов разных там эпох и стилей. Вот, поэтому порой шьется там один-два костюма. И, кстати, у нас есть и даже партниха своя профессиональная, которая помогает нам, и некоторые костюмы, это именно ее произведения. Некоторые костюмы сами участники шьют. Вот, конечно же, они так с трепетом порой это все подходит, потому что, ну, хочется на балу себя почувствовать, конечно же, в другом образе. А одежда, она, естественно, влияет, и вот эта общая атмосфера в итоге и получается, да. То есть, это разные состояния, когда на какой-то танцевальной вечеринке там приходят в джинсах и в рубашках или в майках. Другое дело, когда мужчины в костюмах с бабочками или там смокинг, я не знаю, или фраг, дамы надевают платье красивое, веера у них в руках. То есть, это немножко другое уже состояние. И, опять же, бал – это определенное состояние культуры, да, атмосфера. Ты не будешь в таком наряде себя вести как-то уже неподобающе, да. То есть, определенная планка. Я не хочу сказать, что там как-то очень строго, что все там зажаты и нет, все общаются, все улыбаются. Но, конечно, атмосфера бала, она вообще, когда она правильно задается, она облучает как бы всех. И вот потом вот это ощущение, впечатление, которое остается у людей, они уносят с собой. И потом уже, порой пройдя какое-то время, подходят люди, допустим, которые были у нас в гостях, они это вспоминают, потому что вот это отпечатывается эмоционально. Вот. Поэтому очень аккуратно и внимательно, конечно, нам нужно быть с такими там вещами, как музыка, танец, вообще, где мы бываем, куда мы себя погружаем, потому что все мы это впитываем, вольно-невольно. Вот. Ну, и поэтому должны выбирать атмосферу ту, в которой мы находимся, и, соответственно, ну, нести за это ответственность. Хотелось бы в целом поговорить о бальном движении у нас в Рязани, в городе. У нас существует несколько танцевальных клубов, студий. Насколько движение сплоченное? Вместе когда-нибудь устраиваете мероприятие? Вы знаете, да, мы стремимся к этому, на самом деле. Ну, к сожалению, ну, это, наверное, во всем обществе есть такой небольшой порог, когда соперничество, да, вот. Изначально, когда мы создавали эту студию, как раз была задумка объединить как можно больше людей, вообще разных-разных направлений, в том числе и студий. Я хочу сказать, если так по-честному, то несколько есть, ну, студии там, с которыми мы дружим очень и вместе делаем проекты. Есть некоторые, которые немножко нейтрально держатся. Они сами, может быть, не готовы так сближаться и что-то делать совместное. Ну, мы, в общем-то, всегда открыты к общению. Поэтому я думаю, что, конечно, люди творчества должны объединяться, чтобы сделать что-то глобальное. Потому что, кстати, сказать, именно в моментах объединения, вот мы делали очень достаточно большие проекты. Мы делали и международные, вот такой проект «Шоссе мира», который называется «С 2015 года». Он у нас проводится в Рязани. Это международный проект по... Ну, если в двух словах сказать, что идея главная этого проекта – тоже объединение всех людей, даже объединение всех континентов через дороги, чтобы наши усилия были направлены не на разъединение, не на выстраивание границ, там, я не знаю, оружия вообще и какого-то такого вот не очень приятных каких-то моментов, а наоборот на объединение, когда мы понимаем, что мы все на одной земле живем на самом деле. И что нам делить-то? Что нам делить? Нужно искать, наоборот, пути объединения. То есть вот такая замечательная идея, и мы ее поддержали. И был такой небольшой марафон. Люди ехали из Питера до Владивостока, и они вот заезжали во все города, и мы их встречали в Рязани. Мы сделали большой праздник. Сначала они проехали в Константиново, там их встретили наши участники. Потом мы встретили их с хлебом с солью у нас тут на Московском шоссе, прямо там на въезде в город. И дальше в Кремле был праздник, который поддержали как раз со студии губернский бал. И это было очень красиво, грандиозно. Мы до сих пор это вспоминаем, и все очень рады. И я хочу сказать, что мы даже попали в новости телевидения, которые в ООН у них какое-то внутреннее транслируются, как вот наш Кремль с нашими танцами. С этим проектом очень было приятно. Если взять птиц, например, или рыб, или зверей, у них нет границ. Они путешествуют там, где хотят. А если взять человеческое общество, мы видим, что есть очень много границ, очень много запретов, очень много ограничений, каких-то согласований и так далее. Поэтому мы хотели бы через этот проект донести эту идею, эту мысль, что мир, который существует без границ, это мир, где люди живут как одна семья. Валентина, вот я знаю, что вы помимо танцевальной студии «Русский бал» осуществляете несколько и других проектов, в том числе и социальных. Вот об этом подробнее расскажите, пожалуйста. Ну, мы их стараемся совмещать даже, да. То есть у нас именно танцы и балы, и все наше такое танцевальное искусство, оно используется как раз в самых различных благих целях. То есть мы поддерживаем многие разумные, на мой взгляд, проекты, ну, например, такие, как «Трезвая Рязань», да, которые проводят свои проекты. Иногда мы их приглашаем к себе, потому что балы у нас тоже безалкогольные, они у нас трезвые и без всяческого допинга. Но потому что сейчас это актуально, научить русского человека красиво отдыхать, красиво взаимодействовать в чистых энергиях. И поэтому они с удовольствием тоже к нам приходят, поддерживают нас, мы их. Также спортсмены, там, например, спортивные какие-то мероприятия, это и благотворительные мероприятия, которые, допустим, проводят благотворительные фонды. Вот опять же помощи детям-инвалидам. Есть у нас фонд, с которыми мы участвовали не один раз в проекте «Спорт во благо». И у нас был интересный забег, костюмированный забег, представляете? Наши артисты, так сказать, в бальных платьях, исторических кринолинах преодолевали небольшой такой забег был. Это все фиксировалось камерами. Ребята очень радостно за этим наблюдали, те, которые были и присутствовали, и сами ехали. То есть было несколько забегов. То есть по возможности. Для нас это несложно, несложно. Для детей это радость, для них это поддержка. Также, если касаемо спорта, допустим, развития воркаута, да, в Рязани, площадок, где молодежь и ребята в основном, они могут бесплатно заниматься спортом. Естественно, мы рады, приглашаем их к себе тоже. Они приходят к нам, даже на балы. Было их выступление в костюмах Дедов Морозов. И это было очень зрелищно. Все на ура просто воспринимали. Но также и проводятся у нас благотворительные балы, где как раз дети с ограниченными возможностями здоровья участвуют. Для них делается интересная программа. Нам предоставляли площадку, представлял театр драмы. И два больших балла было дано. Приглашались гости из Москвы. Ребята тоже с такими особенностями. Ребята творческие, замечательные, которые, несмотря на все вот эти жизненные сюрпризы, так сказать, не очень приятные, они просто излучают такой оптимизм. Они показывают нам вот этот пример, вот этот хороший пример. И ребята даже не просто они выступают для себя как-то. Они дошли до уже такого уровня, что они участвовали в минуте славы и победили там. И приехали нам показать эти номера. Это было очень-очень трогательно. Мы прям, правда, все со слезами практически на глазах. Все это смотрели. Но они большие молодцы. Но также мы не забываем и более старших еще людей, которые оказались волею судьбы в домах престарелых, домах инвалидов. Такие заведения есть у нас в Рязани, в Рязанской области. И мы периодически ездим с концертами к ним. Готовим программу. Она, может быть, там не очень сложная. Опять же, приглашаем вокалистов, музыкантов. Все с удовольствием откликаются, едут. Даже и скидываемся еще на подарки. Везем какие-то угощения. И вы знаете, они нас ждут уже. Они прям сидят. И уже вот русский бал уже едет. И афишу пишут сами. То есть у них ждут, сидят заранее. Приходят, я знаю, часа за два. Они уже сидят в зале и уже сидят нас ждут. Это всегда очень приятно. Потому что, ну и в принципе, вот подумай. Для нас это не такое большое усилие. А для них это впечатление. Но на, может быть, не то, что даже несколько дней. Неделя, может быть, и месяцев. Поэтому я считаю, что просто всегда нужно оставаться человеком. И свои возможности творческие. И направлять не только на то, чтобы себе славу какую-то поиметь. Или места занять. Поехать и привести грамоту. То, может быть, это и важно, когда это, не знаю, да. Но я считаю, что более важны вот такие вот вещи. Да. Ну, общечеловеческие. Пожалуй, завершающий вопрос. Чем планируете заниматься в этом сезоне? В творческом плане? В танцевальном плане? Чем-то себя порадуете? Может быть, зрителей города нашего порадуете? Какие-то проекты уже, наверное, в задумках у вас есть? Да, вы знаете, мы... Я собираюсь, наверное, вот с нового сезона, с учебного, еще открыть группу. Это будут не обычные танцы. Это будут танцы импровизационные. И это... Ну, их можно по-разному назвать. Сейчас много уже направлений таких есть. Может быть, это не очень широко... Как бы сейчас не широко популярно. Но... Это... Ну, их можно сказать, что это и медитативные танцы, да. Или это танцевально-двигательная терапия. Есть такое направление, которым, кстати, мы занимались. И уже были пробные группы. Отличные результаты были, замечательные. Вот. Просто у нас люди не всегда, может быть, готовы. Они приходят на танцы. Им кажется, ну, танцы, значит, нам должны показать движение, а мы должны повторить. Там технология, методика совершенно другая. Вот. Когда человек погружается как бы внутрь себя, обходит определенное состояние, определенный поток, и уже тогда начинает сам рождать движение. Это совершенно другая уже методика, отличная. Хотя это тоже танец, да. Это танец, это танец. На самом деле, это различные такие вот вещи. Ну, и помимо того, это имеет очень, я бы сказала, даже колоссальный оздоровительный эффект вот эти вот танцы. Потому что наше тело, оно обладает, ну, такими законами, да. Такие законы на него действуют, что порой наш стресс, все наши психологические какие-то моменты, которые мы улаживаем или не улаживаем, они порой уходят там на подкорку. И потом они еще очень в наше тело, да, то есть вот эта психосоматика, такое слово уже нам известное, когда в нашем теле образуются определенные блоки. И мы, собственно говоря, не всегда знаем, как с ними, что сделать. И потом, когда это накапливается, в итоге мы уже потом просто бежим к доктору, потому что что-то где-то уже нарушилось, да. И тогда, ну, остается там таблетки пить, грубо говоря. Вот, и эта методика, она позволяет, ну, прям на начальных стадиях, когда мы можем сами выправлять свое состояние, делать себя гармоничными. И я думаю, что, в принципе, так это было и задумано природой изначально. Не было задумано, чтобы таблетки там росли на дереве, там были микстуры, да. Нам изначально дано все от природы, но просто мы не всегда владеем этими методиками. Почему-то мы их не знаем, почему-то нас от этого отвлекли. Но на самом деле сейчас уже это пробивается, и люди как бы к этим знаниям возвращаются. Причем это на самом деле, что самодеятельность, что это несложно. То есть это совершенно несложно, просто нужно знать, как это сделать. Нужно увидеть, и нужно просто это сделать вместе в группе. То есть это надо пробовать. И тогда, пожалуйста, то есть в руках уже инструмент, ну, как бы тоже с танцем связанный. Инструмент, который не просто позволяет жить там красиво, но и здорово, здорово, или более счастливо. И, ну, также и параллельно, пожалуйста, можно заниматься и танцами такими, структуризирующими, так скажем. То есть вот этим направлением, да, конечно же, есть желание. И, ну, так же, есть желание. И, ну, так же, есть желание. А на этом у нас на сегодня все. В гостях у нас была руководитель танцевальной студии «Русский бал» Валентина Сильвестрова. До свидания, Валентин, спасибо, что к нам в гости пришли. Спасибо огромное. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова